В этом доме во время Великой Отечественной войны располагалась дипломатическая миссия Царства Болгария. Сегодня на нем устанавливают мемориальную доску. Это нас особо связывает. Появление данного символа очень важно для подрастающего поколения, потому что народ должен знать свою историю. После открытия доски посол Болгарии отправился в Иверский женский монастырь. Монахиня Нафанаила, она исполняет обязанности настоятельницы, провела для гостей экскурсию. Показала, где хранится точная копия Самарского знамени, которое было сшито здесь и отправлено с ополченцами на русско-турецкую войну. Именно оно стало символом победы и независимости болгарского народа. И мы всегда рады, всегда, когда к нам приходят наши русские люди, мы проводим экскурсии, показываем, обязательно рассказываем о знамени, о войне русско-турецкой. И всегда, конечно, и в молитвах своих упоминаем, чтобы всегда у нас был мир, дружба между нашими народами. Ведь это идет из истории еще, что все мы какие-то родные братья, все славянские народы. Старозагор и Самара стали городами-побратимами еще в начале 90-х. С тех пор дружба между двумя народами только укрепляется. Так настоятельница Иверского монастыря рассказала, что очень много паломников из Болгарии приезжают специально посмотреть на Самарское знамя. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.